Город Ханты-Мансиск. Именно здесь, на заключительном и самом престижном старте сезона, в финале Кубка России по лыжероллерам, встретились лучшие спортсмены страны. Среди участников в дисциплине спринт 200 метров наша землячка Екатерина Попова, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Дмитров МБМ. Преодолев три этапа, Екатерина вышла в финальный забег, где встретилась титулованной Викторией Лукашовой, также представляющей Московскую область. Проиграв сопернице 7 десятых секунды, дмитровская спортсменка стала серебряным призером. В квалификации я была третьей, после чего проходили соревнования на выбывание. В полуфиналах я сломала штырек. К сожалению, этого не почувствовала, поэтому в финала я уже бежала со сломанной палкой, как оказалось. Но несмотря на это, даже, я думаю, в принципе, можно было побороться, но не получилось. Конечно, спорт – это преодоление себя, но именно конкуренция с другими дает новые ориентиры для роста. Чемпионка турнира пока самая сложная соперница для Екатерины. Конечно, правильно сказать, что сам спортсмен себе и соперник, но на данный момент Виктория, наверное, получалась в этом сезоне обыгрывать мастера спорта международного класса Ольгу Летучеву. Она очень титулованный спортсмен, но не получилось в этом году выиграть Викторию Лукашову. Там пока далеко. Но надеюсь, что в следующем сезоне смогу побороться. Серебро турнира вместе с призовыми местами на других этапах Кубка России, ранее состоявшихся в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, обеспечили Екатерине второе место и в общем зачете. Результаты высокие, прогресс налицо. Однако впереди еще много работы, отметил тренер спортсменки Игорь Черняев. В итоге, я считаю, более-менее хорошие, желательно было лучше. Начали мы с Нижнего Новгорода, бежали спринт 200 метров, заняла Екатерина третье место. Потом был чемпионат России в Рыбинске, но там уже лучше было, заняла второе место чемпионат России. Потом уехали в Екатеринбург, тоже Дистал, третье место и финал Кубка России, второе место. В этом году, я считаю, уже стабильно бежит, без провалов. Желательно, конечно, еще прибавить атлетическую подготовку, с тех, кто у него более-менее нормально. Но в связи с подготовкой есть проблемы, надо увеличить атлетическую подготовку, это больше зала. На новый сезон Игорь Геннадьевич поставил перед Екатериной весьма непростую, но выполнимую задачу. Цель одна – стать сильнейшей в стране, а если Бог даст, то надо выступать и на мире, и там быть первым. Других целей нет. Пожелаем спортсменке и ее наставнику новых высот и упорства на пути к цели.